В вооруженных силах Армении в течение 2018 года в результате неуставных отношений погибло больше военнослужащих, нежели вследствие боевых действий. По официальным данным, только в прошлом году вооруженные силы Армении потеряли 39 военнослужащих, 7 из которых погибли в боевых действиях, а 32 по иным причинам. Согласно возбужденным уголовным делам, эти военнослужащие погибли прежде всего в результате несчастных случаев, участившихся среди армянских солдат суицидов и стрельбы сослуживцев. Причинами столь ужасающих показателей в армянской армии являются отсутствие в этой стране нормальной системы медицинского страхования, низкий уровень обеспеченности населения необходимыми материальными благами и услугами. Эта тенденция будет только продолжаться, так как Армения остаётся в стороне от всех успешных проектов. Руководство Армении не занимается улучшением жизни населения, поэтому эта страна в основном держится на средствах, вырученных у иностранцев в результате работы диаспорских организаций. Учитывая, что завершившийся год был не из самых напряжённых на линии соприкосновения войск, такие потери с армянской стороны говорят лишь о безуспешности политики Никола Пашиняна. После так называемой революции в Армении многочисленные публичные выступления Никола Пашиняна были посвящены именно этой теме. Однако качественных изменений в этой плачевной ситуации в вооружённых силах Армении всё-таки не произошло. По мнению экспертов, подобная статистика должна стать сигналом для армянского руководства. Захватническая политика этой страны только усугубляет данную проблему. Они должны понять, что для развития им необходимо отказаться от захватнической политики. Армении необходимо стать страной, поддерживающей стабильность в регионе. Число подобных смертей в армии будет только возрастать, так как внутренние ресурсы этой страны не обеспечивают её в должной мере. Продолжая агрессорскую политику, они всё больше будут сталкиваться с подобными проблемами. По мнению экспертов, новому руководству Армении вместо бесконечных коррупционных скандалов следовало бы уделить внимание ситуации в армии этой страны и провести в ней реформы. Это не только понизит число небоевых потерь, но и отразится на безопасности Армении в целом.